Продолжается утро в Петербурге, утро предновогоднее, утро познавательное, а теперь еще немного музыкальное. Вот я, по-моему, задавал уже эти вопросы, но повторю еще раз, какой инструмент носит имя своего создателя и может претендовать на звание самого популярного в 20 веке? Тимофей, ну большой интриги здесь, ну никак не получится. Конечно, это саксофон, который был создан еще в первой половине 19 века Адольфом Саксом, но прославился в начале 20-го. Совершенно верно. А знаешь ли ты, Ксюша, что помимо всех достоинств саксофон, оказывается, может подражать человеческому голосу? Это стремятся доказать участники оркестра саксофонов под управлением Игоря Кузнецова. 23 декабря они дадут новогодний концерт в Александр-Невской лавре, а, собственно, Игорь Кузнецов, дирижер, художественный руководитель Санкт-Петербургского оркестра саксофонов, и Екатерина Кузнецова, солистка оркестра саксофонов в нашей студии. Доброе утро. Доброе утро. Рады вас приветствовать. Игорь, вы востребованный музыкант, приглашенный саксофонист симфонического оркестра Санкт-Петербургской филармонии Мариинского Михайловского театра. Скажите, как вы пришли к идее создания оркестра саксофонов? Спасибо за такую похвалу. Изначально вообще был квартет, для которого я начинал писать переложения, и чем больше я писал эти переложения, тем больше я понимал, что мне не хватает голосов. И я постепенно добавлял сначала один саксофон, потом еще один саксофон, потом рояль ударный, и как-то так получилось, что написал я первое свое переложение и решил воплотить его в жизнь. Начал обзванивать своих знакомых саксофонистов. Они с большим энтузиазмом откликнулись на эту идею. Так мы, собственно, первый раз и собрались. Екатерина, но вы проникли в оркестр саксофонов с другим инструментом. Как? Как так получилось? Объясните. Ну, Игорю пришла такая идея в какой-то момент приглашать разных солистов, и так как я его сестра, и так как я... Пользуясь семейным положением, прямо скажем. Играю на родственном инструменте. Игорь мне предложил сыграть, и я, естественно, согласилась, потому что это замечательный, прекрасный новый опыт. Это кларнет, да, поясним нашим зрителям. А вот интернет говорит, что 9 видов саксофонов существует. Какие из них все-таки наиболее часто используются? Ну, наиболее часто, конечно, используются 4 вида саксофонов. У нас это сопрано, аль-тенор и баритон-саксофоны, которые участвуют в моем оркестре. Но есть, действительно, есть еще и более редко используемые инструменты, как, например, сопронина или бас-саксофон. Вот, например, на один из последних концертов мы привозили бас-саксофон из Москвы вместе с бас-саксофонистом, потому что это явление достаточно редкое. И это было, по-моему, первое выступление в таком составе оркестра саксофонов. Это действительно уникальное событие было. Игорь, а вы всегда стоите за дирижерским пультом или все-таки иногда в руки берете саксофон? Да, это есть такая изюминка нашего коллектива. Я, в основном, я, конечно, дирижирую, но публика требует, по порой очень настойчиво, да, действительно, я периодически беру в руки инструмент и солирую. Но вы же всю жизнь мне отдали именно саксофону, да? Да, конечно, сколько себя помню. С самого юного года. С самого, да, лет с шести я точно... Вот я прочитал в пресс-релизе, что одна из задач коллектива показать, продемонстрировать, что саксофон может подражать человеческому голосу. Как этот эффект достигается? Ну, вообще, саксофон, конечно, уникальный инструмент. Ему подвластны многие жанры, если не сказать, что все. Но что касается подражания голоса, дело в том, что это, конечно, свойство не сколько саксофона, а сколько саксофониста. И мне в этом плане очень повезло, потому что у меня в оркестре, действительно, одни из самых лучших саксофонистов в городе. Очень я их люблю, они все большие молодцы. И благодаря им получается то качество коллектива, которое получаем. Извините, вот человек без музыкального образования. А кларнет может тоже подражать человеческому голосу? Конечно, конечно. Кларнет тоже достойный инструмент. Но Екатерина, видите, она же у нас и кларнетистка, и саксофонистка. Поэтому я боюсь ее обидеть, скажем что-нибудь не то про кларнет. Давайте мы послушаем прекрасные звуки кларнета и подарим нашим гостям какую-нибудь утреннюю композицию. Что мы сейчас услышим? Екатерина? Да, мы вас приглашаем на сцену. Екатерина сыграет нам небольшой фрагмент из вокализма Рахмари. Этот год у нас считается юбилейным. Для Сергея Васильевича. Прошу. Простим. КОНЕЦ Спасибо большое, Екатерина Игоря Кузнецова в нашей студии. Оркестр саксофонов приглашает на концерт в Александр-Невской лавре.